Инсталляция кротовая нора Это замкнутое пространство Со своим микроклиматом Который я создал При помощи материала Это бумага пропитанная смолой Ей обычно используется для покрытия крыш Она обладает специфическим запахом Зритель попадая сюда Становится непосредственным участником инсталляции Он уходит от наблюдателей И становится участником Он становится втянут сюда И переносится из выставочного зала Или как здесь это открытая площадка У него сразу меняется ощущение Звук Здесь шатаются рулоны этой бумаги Которые создают определенный звук Это фактура пола По которой когда человек идет Она шумит Это материал Также бумага Она сама по себе Меня всегда влечет Я с ней не первый раз работаю У меня много работ с ней Я ее там Я работаю То есть у меня там с огнем Где я ее там сжигал А здесь мне очень Тоже интересно Потому что создаю очень большой объем Из этой бумаги Она очень хрупкая Она рвется Она падает Это такое какое-то тоже Уничтожение чего-то Или наоборот Появление может Или оголение Этого скелета Этой конструкции Здесь тоже важный элемент Что мы осознанно Вот эти все строительные леса Покрыли скотчем Который придает тоже особую Такую какую-то фактуру Здесь так вот Мешки вот эти В которых Здесь насыпана известь Но это возможно То есть в этой инсталляции Это может быть мука Или что-то То есть для меня Это такая субстанция Очень-очень мелкая Если это мы берем Оговорим о муке То это То есть мука Это уже не зерно Которое уже Она уже никогда не прорастет Но это еще не хлеб И вот этот промежуточный момент Он очень мне интересен Мне очень интересны Вот эти промежуточные моменты В которых находятся Люди Общество В них находятся какие-то страны Возможно сейчас и наша страна Тоже находится Вот в этом каком-то Промежуточном Каком-то моменте То есть я здесь Затрагиваю как темы Достаточно такие Наши земные То есть земного такого характера Возможно каких-то То есть если даже мы берем Само понятие Крот и кротовая нора То это Какие-то туннели Какие-то невидимые нам миры Которые делает этот крот А мы видим только его Сверху То, что он норил Но мы можем только догадываться О том, что у него находится В глубине его дыри Вообще Что он там Затаил И как он вообще живет И многие ученые Называют кротовая нора Черные дыры В космосе И вот эта Вот эта связь Меня очень Собственно И задела То есть то, что Одним названием Грубо говоря Называют Вот какие-то земные Вот эти моменты То есть какое-то Поглощение Эпоха потребления В котором Вот крот Такой может быть Даже символом Этой эпохи Может потребление И здесь тоже У меня такое То есть Немножко размышления О нашей цивилизации И в принципе О разных Физиоаспектах И о том Куда же Все-таки Мы Пойдем И все-таки Зароемся глубоко В землю И будем Искать какие-то там Туннели Делать Или еще что-то Или все-таки Будем покорять Вершины Все равно придется Потому что Все, что получилось В результате Большого взрыва Оно все Будет когда-то Угасать Куда В какую сторону Будет развиваться Наша цивилизация Собственно Эти вопросы Здесь Я акцентирую Ну а собственно Весь этот Все, что вокруг Это все равно Оно очень актуально Воспринимается Через Призму актуальных Событий в Украине И не только Потому что Это очень все Драматично И очень все больно И То Образы Которые здесь взяты Даже вот эти мешки Распоротые Которые напоминают Возможно Даже какие-то Части Части тела Или Еще что-то Это Вторая Вторая Вариация Кротовой норы И это Уже некая Если первая Это был Такой коридор Это была Как Такой Вход В нору То это Уже Какое-то Замкнутое Пространство Это уже Какая-то Отдельная Комната И в дальнейшем Я думаю Что Я сделаю Еще ряд Таких Комнат С другим Наполнением И уже С другими Символами Комната